Депо 4 Депо 4 До 2008 года наша компания каждые 3 года обновляла подвижной состав. После 2008 года у нас подвижной состав не обновляется. Вопрос возвращения к старой цене на встрече не поднимался. А после ее поднятия представители департамента транспорта отметили, что в приоритете станет качество перевозок и безопасность. Три самые ключевые требования, три стандарта, которые мы хотим видеть от частного перевозчика. Первое – это безопасность. Житель должен чувствовать себя в маршрутке безопасно. Второе – это комфорт. Это комплексное понятие комфорта. Это чистая маршрутка, чистое место, как посадочное. И самое главное – это культурное отношение водителя и кондуктора к Мариупольцам. Общественники напомнили о проблемах, которые годами остаются без ответа. У частных перевозчиков не соблюдается график маршрутов, салоны в отвратительном состоянии, у водителей и кондукторов отсутствует культура общения. На что перевозчики заявили, что они проводят с ними воспитательные беседы, однако повлиять на каждого не в силах. Я хочу, чтобы у нас был четкий график. Этот график должен выполняться. Если он не выполняется, значит маршрут будет сниматься. Правоохранители подчеркнули, что за март было составлено 15 админпротоколов на водителей маршруток. Водители общественного транспорта игнорируют требования права дорожного движения, в частности, безопасности, касательно успешки. Вопросы, они куда-то торопятся, постоянно нарушают. Не знаю почему так, но в марте месяце это актуально стало, проезд на запрещающий сигнал светофора именно общественного транспорта. В итоге транспортный департамент выдвинул обязательные требования к перевозчикам. В течение двух дней подготовить график проведения мер по порядку в транспорте, отремонтировать автобусы, при необходимости закупить новый, а также проводить профилактические беседы с персоналом. Однако активисты считают, что эти требования не будут соблюдены. С одной стороны, мы понимаем, что на сегодняшний день без частных перевозчиков город не справится. Поэтому слишком сильно наказывать их не будут. Мало того, то, что упомянул начальник транспортного департамента городского совета, на сегодняшний день нет и рычагов влияния на них, потому что не предусмотрены штрафы никакие. Поэтому это все было такое дружеское, знаете, техасское рукопожатие. Без подписанных каких-то соглашений мы вас просим, чтобы вы сделали это. Ну, а перевозчики вроде бы как обещают.